Завтра в страну придет прохладный ветер с Балтийского моря. Небо затянет неплотный слой облаков. Днем почти везде пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. С ночи до утра синоптики обещают слабый туман. Автомобилистам стоит вести себя аккуратнее на дороге. Во время поездки на работу или по делам лучше включить ближний свет. Ухудшилась ситуация с наводнениями в индийском штате Бихар. За последние сутки жертвами стихийного бедствия стали 36 человек. Из-за потопа пострадали 30 тысяч. На восточно-центральной железной дороге шестой день стоят поезда. Железная дорога в некоторых местах ушла под воду. Сильное наводнение и на севере Японии. Несколько населенных пунктов оказались изолированными от остального мира. Власти успели эвакуировать большую часть населения. Спасатели пока не могут оценить ущерб и выяснить, есть ли там пострадавшие и жертвы. Наводнение вызвали сезонные ливни. Из берегов ушла река Магами. Дождевой фронт двигается в направлении столицы Токио. Жители американского Колорадо наблюдали удивительное и одновременно пугающее явление. В небе над штатом взорвался крупный метеорит. Происшествие попало на видео. Местные специалисты успокоили. Такие гости из космоса достаточно часто сгорают в атмосфере. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс. Ночью воздух остынет до 14 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.